Всем привет! Цель данного видео объяснить устройство и принцип действия раздаточной коробки TOD полный привод которой работает за счет зажатия пакета фрикционов электромагнитной муфтой Для начала давайте посмотрим как работает раздаточная коробка в сборе в различных режимах В режиме заднего привода передняя и задняя оси могут свободно прокручиваться друг относительно друга При необходимости или по команде водителя система активирует полный привод Для этого на катушку электромагнита в раздатке подается бортовое напряжение 12 вольт Если теперь попытаться провернуть переднюю и заднюю оси друг относительно друга мы видим, что это возможно но лишь на небольшой угол по достижении которого оси сцепляются между собой и провернуть их далее друг относительно друга руками не удается То же самое происходит если вращать их в другом направлении Угол взаимного проворота осей в зависимости от износа фрикционов в раздаточной коробке составляет от 60 до 120 градусов Большое значение данного угла является характерной особенностью системы полного привода типа ТОД и отличается от раздаточных коробок с жесткой межиссевой блокировкой где угол взаимного проворота осей в зависимости от степени износа деталей не превышает нескольких градусов Более подробно о причинах столь большого люфта речь пойдет далее Также в раздаточной коробке предусмотрен понижающий ряд передач который активируется сервоприводом На повышенной передаче количество оборотов входного вала раздаточной коробки совпадает с количеством оборотов карданов Для включения понижающего ряда необходимо повернуть ось выбора режимов против часовой стрелки примерно на 3 четверти оборота Так у нас включается понижающий ряд передач на котором на 1 оборот вращения входного вала приходится около 1,3 оборотов вращения карданов Теперь разберем раздаточную коробку и подробнее остановимся на ее устройстве К ведущей шестерне заднего вала пристыкована корзина фрикционов Корзина фрикционов состоит из двух частей Внутренней части с наружным шлицом и внутренним шлицом, который одевается на шлиц головного вала и жестко связаны с ним И внешней части с внешним шлицом или с внешними насечками которая одета на ведущую шестерню переднего кардана которая просто свободно прокручивается на главном вале Мы видим, что внешняя часть относительно внутренней части корзины фрикционов между собой свободно проворачивается Начинка корзины фрикционов это фрикционные диски 6 фрикционных дисков с внутренним шлицом который одевается на внутреннюю часть корзины и 5 дисков с внешним шлицом которые зацепляются за внешнюю часть корзины фрикционов Для того, чтобы у нас полный привод заработал нужно синхронизировать вращение внешней части корзины фрикционов и внутренней Это производится сжатием пакета фрикционов в направлении коробки передач Подробнее стоит остановиться о том каким образом именно раздаточная коробка ТОД производит зажатие пакета фрикционов и активацию полного привода Итак, зажатие пакета фрикционов производится так называемой кулачковой муфтой Кулачковая муфта состоит из трех частей Первая часть это сам кулачок то есть это диск с внутренним шлицом который одевается на шлиц главного вала Мы видим, что в этом диске выполнены три канавки Как мы видим, канавки на кулачке выполнены под шарик и выполнены они с переменной глубиной то есть глубина по краям небольшая в центре глубина максимальная Также мы видим, что в самом центре каждой канавки выполнена проточка Это так называемое положение покоя шариков в кулачковой муфте Вторая часть кулачковой муфты это, собственно, корпус электромагнита то есть его внутренняя часть аналогична кулачку Там тоже выполнены канавки и также в каждой канавке есть положение покоя для шарика А внешняя часть представляет собой корпус электромагнита в который, собственно, и вставляется электромагнит для активации кулачковой муфты Мы это увидим позднее Рабочими элементами кулачковой муфты являются шарики Шарики это именно тот элемент, который обеспечивает изменение длины кулачковой муфты или же ее распор Если мы сдвинем шарик из положения покоя в любую из сторон мы видим, как он постепенно выходит из канавки за счет уменьшения ее глубины Если мы шарик отпустим, он просто сам вернется в положение покоя потому что в нем он находится в положении устойчивого равновесия Точно так же и в другую сторону Таким образом, если мы соберем кулачковую муфту а для этого нужно поместить кулачок на шарики в корпусе электромагнита мы увидим, что в положении покоя высота кулачковой муфты такая Если мы провернем кулачок относительно корпуса электромагнита то мы увидим, как за счет распора шариками при их движении по канавкам кулачок отодвигается от корпуса электромагнита Вот, таким образом и происходит изменение длины в кулачковой муфте Следующей деталью в корзине фрикционов является нажимной диск Нажимной диск это металлический диск с ровной поверхностью и внутренним шлицом Одевается он на внутреннюю часть корзины фрикционов а гладкой частью прижимается к крайнему фрикциону Вот мы видим, как нажимной диск оделся на шлицы И, имея возможность двигаться по шлицам при нажатии на эту часть он зажимает фрикционы в пакете Последней деталью в корзине фрикционов является металлический зубчатый диск Он представляет собой, собственно, крышку корзины фрикционов и вставляется своими зубчиками в пазы внешней части корзины фрикционов Как мы видим, нажимной диск и зубчатый диск между собой никак не связаны и могут в режиме заднего привода друг относительно другого свободно проскальзывать Далее, как мы видим, к внутренней части корзины фрикционы одевается возвратная пружина Ее функции мы рассмотрим чуть позже Теперь нам нужно полностью собрать кулачковую муфту Для этого мы помещаем шарики в канавки Вот мы поместили шарики в свои канавки и теперь одеваем корпус магнита Вот мы одели корпус магнита Как мы видим, с главным валом он у нас никак не связан С главным валом у нас связан кулачок Последней деталью, которая одевается на вал у нас является подшипник корпуса магнита Одной своей части он прижимается к корпусу магнита а другой упирается в корпус раздаточной коробки Ну и для наглядности собственно вставляем в корпус магнита сам электромагнит Вот этими гайками и шпильками он крепится к крышке раздаточной коробки То есть магнит у нас пристыкован к крышке и никак не крутится Корпус относительно него может проворачиваться при необходимости У электромагнита есть плюсовой кабель Минус находится на корпусе или же на шпильках Мы сейчас имитировали собранную раздаточную коробку То есть за счет подбора отрезка трубы подходящего размера и наворачивания штатного фланца, кардана значит затягивания его гайкой мы выдержали все размеры Так что у нас теперь расстояние между корпусом магнита и картиной фрикционов оно у нас такое, как оно на собранной раздатке То есть по сути сейчас это практически работоспособная система Сейчас мы увидим, как она работает Кулачковая муфта по умолчанию находится в сжатом состоянии Корпус магнита продольно зафиксирован крышкой раздатки ну или в нашем случае трубкой А кулачок, вот мы видим его выступающую часть в просвете между корзиной и корпусом магнита он прижимается к корпусу магнита возвратной пружиной Шарики зажаты между корпусом магнита и кулачком и стремятся занять положение в наиболее глубокой части канавок в проточках Таким образом, в положении покоя кулачок никак не воздействует на нажимной диск корзины фрикционов Как мы видим, между кулачком и корзиной фрикционов есть небольшой просвет Обе половинки муфты и кулачок, и корпус магнита при этом вращаются синхронно с задним карданом вот мы видим, как корпус магнита и кулачок синхронно вращаются с задним карданом и передняя и задняя ось при этом свободно могут друг относительно друга проворачиваться При активации полного привода необходимо сжать фрикционные диски и синхронизировать вращение передней и задней оси Для создания давления на пакет фрикционов нужно переместить кулачок в направлении нажимного диска Это возможно сделать единственным образом вывести шарики из положения покоя чтобы они начали распирать половинки муфты раскатываясь по противоположным краям канавок и толкая кулачок в направлении нажимного диска Иными словами, необходимо провернуть кулачок и корпус магнита относительно друг друга Если мы зафиксируем руками задний кардан и попробуем проворачивать относительно него корпус магнита мы видим, как там вот внутри кулачок отдаляется от корпуса магнита и нажимает на нажимной диск Так как кулачок жестко сидит на шлицах вала изменить свое вращение относительно него он не может Корпус магнита же не имеет жесткой связи с главным валом Поэтому провернуть его относительно головного вала и кулачка возможно Остается найти в раздатке деталь которая вращается со скоростью отличной от скорости вращения головного вала и зацепить ее за корпус магнита Такая деталь это задняя часть корзины фрикционов а именно зубчатый диск Ведь передний кардан у нас может вращаться со скоростью отличной от заднего кардана и соответственно от главного вала Поэтому в случае, если возникнет разница в скоростях вращения переднего кардана и заднего кардана А это именно та ситуация, когда нам нужен полный привод Если корпус магнита будет зацеплен за зубчатый диск корзины фрикционов и соответственно корпус магнита начнет вращаться с той же скоростью что и передний кардан А кулачок в это время на шлицах жестко вращается скоростью заднего кардана Вот тогда при разнице скоростей между передним и задним карданом возникнет проворот в кулачковой муфте и шарики пройдутся по канавкам, разопрут половинки муфты и соответственно кулачок будет воздействовать на нажимной диск а нажимной диск будет зажимать пакет фрикционов в корзине Таким образом возникнет синхронизация или зацеп передней и задней оси Вот тут у нас как раз вступает дело электромагнит Давайте посмотрим, что он делает, если на него подать напряжение 12 вольт Вот мы подсоединили источник питания к корпусу магнита при провороте заднего кардана относительно переднего Все, мы можем провернуть задний кардан относительно переднего только на определенное расстояние А именно, когда клочковый муфт выберет свободный ход Происходит это потому, что у нас теперь корпус магнита и корзина фрикционов они у нас теперь притянуты друг к другу и связаны И соответственно корпус магнита у нас теперь начинает вращаться со скоростью переднего кардана А кулачок сам продолжает вращаться со скоростью заднего кардана поскольку сидит на шлице главного вала И когда возникает проворот переднего кардана относительно заднего шарики выходят из канавок и, соответственно, распирают две половинки Тем самым кулачок воздействует на нажимной диск поджимает фрикционы и фрикционы, соответственно, обеспечивают сцепление в корзине фрикционов И тем самым синхронизирует вращение переднего и заднего кардана Давайте еще раз посмотрим Вот и все Если мы отключим питание То у нас снова спокойно проворачивается передний кардан относительно заднего Так, проскальзывание ограниченное Так проскальзывание свободное Отдельно стоит остановиться на автоматическом режиме работы раздаточной коробки Автоматический режим работы построен на варьировании по команде блока управления раздаточной коробкой сжатия пакета фрикционных дисков Различное усилие сжатия пакета фрикционов достигается за счет регулирования расстояния На которое разбегаются шарики по своим канавкам Это расстояние зависит от того, насколько корпус магнита далеко провернется относительно кулачка Поскольку у нас корпус магнита фиксируется относительно корзины фрикционов Путем прижатия зубчатого диска магнитными силами Корпус магнита сцепляется с корзины фрикционов и проворачивается на определенный угол относительно главного вала Однако совсем провернуться корпус магнита относительно главного вала не может Поскольку когда кулачок достигает нажимного диска, движение шариков останавливается И, соответственно, после достижения крайнего положения и касания кулачком нажимного диска Синхронизируется скорость корпуса магнита и главного вала, то есть задней оси Однако, если сила, которая вращает передние колеса, будет выше, чем сила трения между зубчатым диском и корпусом электромагнита Которая вызывается прижатием их друг к другу То в определенный момент возникнет проворот между зубчатым диском и корпусом магнита Тем самым дальнейший раскат шариков по канавкам и, соответственно, дальнейшее сжатие пакета фрикционов прекратится Тем самым будет достигнута одна степень сжатия фрикционов Если нам нужно все-таки заставить переднюю ось вращаться синхронно с задней осью Нам нужно увеличить силу, которая прижимает зубчатый диск к корпусу магнита И тем самым оттянуть момент возникновения проворота зубчатого диска относительно корпуса электромагнита Это достигается за счет повышения силы тока на катушке электромагнита Таким образом, система ТОД и регулирует степень зажатия фрикционных дисков Чем сила тока, протекающая по катушке магнита, выше, тем, соответственно, дальше шарики раскатятся по канавкам И тем сильнее зажмут пакет фрикционов Тем самым передавая больший крутящий момент на переднюю ось Давайте посмотрим это в действии Сейчас мы подаем на катушку электромагнита напряжение около 12 вольт и ток около 5 ампер Если мы зафиксируем одной рукой задний вал, а другой попробуем провернуть передний относительно него Нам это не удается сделать Теперь, если понизить напряжение на катушке с 12 вольт примерно до 0,3 вольта Мы хоть как-то сможем руками провернуть одну ось относительно другой То есть вот мы видим, как корпус магнита проворачивается относительно зубчатого диска Хотя и зубчатый диск остается прижатым к корпусу магнита Если мы хотя бы немножко повысим напряжение То уже никаких сил руками не хватает, чтобы провернуть диски Хотя оторвать при этом зубчатый диск от магнита руками в принципе возможно Хотя нет, уже не получается Вот я пальцами пытаюсь оторвать Нет, у меня уже даже при 0,5 вольта уже оторвать не удается То есть, как мы видим, магнит притягивает зубчатый диск весьма сильно Напоследок давайте посмотрим, как у нас работает включение понижающей передачи Нормально у нас включена повышающая передача Значит, чтобы включить понижающую передачу У нас сервопривод поворачивает ось с червячной передачей Вот она вращается И мы видим, как за счет червяка перемещается вилка Которая у нас двигает диск И, соответственно, включает у нас понижающий ряд передач Выключение понижающей передачи происходит точно таким же образом Только в этот раз сервопривод вращает ось назад В заключении хотелось бы сказать Что система ТОТ является вполне современной и развитой системой полного привода Она является более совершенной и гибкой, чем, к примеру, система полного привода AVD То есть, automatic wheel drive Который, к примеру, используется на японских автомобилях Типа Subaru или Honda Где полный привод подключается сам после пробуксовки одной из осей Система ТОТ в своей работе использует гораздо более параметров движения автомобиля Чем система AVD Такие, как положение педали тормоза и газа Открытие дроссельной заслонки Обороты двигателя Скорость автомобиля Датчики вращения колес Система ABS Система ESP И прочее За счет этого Система ТОТ более адекватно и гибко реагирует на различные дорожные условия Чем система AVD Также, несомненным преимуществом системы ТОТ Является возможность жесткого подключения полного привода По команде водителя Когда это необходимо По своим характеристикам Система ТОТ приблизительно эквивалентна Системам полного привода Используемым на немецких автомобилях К примеру, таких как X-Drive от BMW Quattro от Audi 4Motion от Volkswagen В данных системах также используется фрикционная муфта Однако, там она работает в паре с настоящим межосевым дифференциалом И используется для поджатия дифференциала То есть, степени его блокировки и динамического распределения крутящего момента по осям В системе ТОТ нет как такового межосевого дифференциала Однако, переменное зажатие пакетов фрикционов И переменное распределение крутящего момента по осям Также имеет место быть за счет конструкции с электромагнитом Который управляет степенью зажатия кулачковой муфты и пакетов фрикционов На собственном опыте могу сказать Что автомобиль, оборудованный системой полного привода ТОТ В управлении, к примеру, зимой Ничем не отличается от автомобилей с более совершенными системами постоянного полного привода На которых мне доводилось ездить Особенно наряду с наличием системы ESP Каких-либо сносов, заносов или прочих неудобств При зимней езде я ни разу не замечал Машина абсолютно предсказуема и контролируема Передвигается как в поворотах, так и на трассе На достаточно высоких скоростях и низких По этим причинам система ТОТ Для условий повседневной езды Является вполне годной и удобной системой полного привода Которая позволяет сохранить практически полный контроль над машиной В любых дорожных условиях Однако для условий тяжелого бездорожья Данная система не очень годится Потому что не способна переспределить до 100% крутящего момента на переднюю ось Поскольку фрикционная муфта имеет весьма ограниченный коэффициент трения И не позволяет конкурировать с трансмиссиями с железным полным приводом Тем же самым парт-тайм В движении это может проявиться таким образом Что если передняя ось весьма сильно нагружена А задняя ось, скажем, не нагружена вообще Или нагружена очень слабо Несмотря на включенный полный привод Передние колеса будут стоять на месте А задние колеса будут буксовать На системе парт-тайм это невозможно Ну, точнее, это возможно Но только в поломке, в раздаточной коробке или трансмиссии Продолжение следует...